Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Полезно ли в деле спасения души сравнивать себя с другими? Например, Иванов кому-то жизнь спас. Это означено доброе дело, величайшее из добрых на земле. Значит, Иванову заччется автоматически, все грехи ему простятся, он будет спасен. А я точно нет, потому что дожила почти до 40 лет и ни одной жизни не спасла, никого из трудных обстоятельств не выручила, в общем, ни одного великого доброго дела. Существует ли гарантия спасения как таковая? В смысле, если делаешь вот это, точно спасешься. Хороший глубокий вопрос, наверное, он волнует многих из нас. Нам кажется, что если жизнь свою отдать за друзей своих, то уж точно спасешься. А если прожить жизнь без каких-то подвигов, без ярких вспышек, без фейерверков сострадания и милосердия, то, как бы, непонятно, зачем живешь и спасет ли тебя в конечном итоге Господь. Объясняю. Господь всех нас уже спас. Больше объективно для нас ничего делать Господу Богу не надо. Нам остается только воспользоваться этими дарами. Просто надо в ответ на это великое пожертвование Бога людям не быть мерзавцем. Брать, 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 брать и даже спасибо в ответ не сказать. Есть замечательная притча о блудном сыне, в котором как раз описывается такая ситуация, когда сын берет поднадлежащее ему после смерти отца имущество до смерти отца. Вот, мол, когда ты умрешь, отдай мне то, чем я пользовался бы в случае твоей смерти. Вот приблизительно так мы относимся к Господу Богу, пытаясь какими-то добрыми делами снискать спасение. Мы часто делаем добрые дела, боясь наказания, что если не будет, мол, некоторую сумму добрых дел, будешь гореть в аду. Или ожидая награды, чуть-чуть, ступенечка повыше приподнялась, да? Даст Господь какую-то награду и в земной жизни, и в будущей. Но нам надо дорасти до состояния сыновства, который исполняет заповеди отца своего по любви к нему. Не ждет ни награды, не боится наказания. Вот если какие-то сложные жизненные обстоятельства происходят, то все равно Богу при этом не горозит пальчиками, не говорит, почему ты поступил со мной не так, как я хотел. Ну, значит, надо пережить, Господи, помоги. Господь часто спасает нас не от бури, сохраняет нас в буре, помогает нам ее пережить. Поэтому, если бы один человек только был на земле, или вот Адамьема, без потомства, то все равно Господь бы воплотился бы и пострадал бы за них, чтобы ввести вновь в единство с ним. Богу количество людей не играет такого решающего значения, как для нас. Вот если я помогу всем-всем-всем, то я буду молодец. А если помогу только одному, то там беда-беда. Существует ли гарантия спасения? И да, и нет. С одной стороны, повторюсь, Господь все для нас сделал, а с другой стороны, преподобный Силан Афонский когда-то сказал «держи ум свой в аде и не отчаивайся». То есть мы должны понимать, что по нашим «заслугам» мы можем быть только в аду, но мы при этом надеемся на огромное милосердие Божие, благодаря которому мы все будем спасены. То есть вот так между этой «сциллой» и «харибдой» мы балансируем, и так и живем. Вот, в некотором страхе и в некоторой радости, в успокойстве и умиротворении, в творении добрых дел, не которыми мы спасаемся, а которые являются лишь проявлением нашей веры, нашего доверия, нашей любви к Господу Богу. Вот, запомните это. Поэтому, если вы хотите спросить, что делать для того, чтобы спастись, делай то, что делал Господь, пока был с нами, как человек. Дела милосердия, дела любви, дела Бога общения. Все то, что дает нам стяжание Духа Святого, которым нам не так давно напоминал преподобный Серафим Саровский. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok